Здравствуйте, меня зовут Грустович Антон, и я руководитель проектной компании Aversa Group. Наш профиль — это проектирование и дизайн архитектурной среды, домов и в том числе приусадебных участках. Совместно с компанией ProCVTOK мы решили создать такой простой курс о том, как можно самому сделать ландшафт. Такие базовые советы, как создать свой ландшафт, простые шаги, теория и практика. Ранее был вопрос на канале о том, что хотелось бы выяснить, чем может помочь компетентный архитектор в том, как простому человеку сделать свой ландшафт. И мы решили, собственно говоря, на них ответить. Вот они на экране, еще раз коротко обо мне. И давайте так, мы построим эту презентацию от сложного к простому. Я расскажу, как работает наша компания с ландшафтом, и из этого мы сделаем вышимку о том, как стоит вам подойти к созданию собственного ландшафта. Поэтому мы можем посмотреть на презентацию, как, собственно говоря, работает архитектурная компания. Это скелет. Итак, идет запрос владельца, предпроектный анализ, предпроектная проработка, далее эскизный проект и рабочие чертежи. Каждая из этих стадий имеет определенный смысл, и без нее невозможно создать грамотный ландшафт и вообще любой объект. Что есть у каждого из этих этапов? Какой смысл? Запрос владельца – это то, как вы формируете заказ. Предпроектный анализ – это то, как мы анализируем ситуацию, инсоляцию, то есть откуда солнце идет, ландшафт, почва и так далее. Предпроектная проработка – это уже выстраивание концепции на этой территории. Эскизный проект – это уже первичные чертежи. И рабочие чертежи – это уже более детальная инструкция для строителей. Вот. Значит, очень часто пропускается такая вещь, как концепция. А концепция, между прочим, это одна из ключевых вещей в проектировании любого объекта. Собственно говоря, именно из нее вырастает вот это ваше соединение места, его преимуществ, ваших личных пожеланий, ваших личных характеристик того, чего вы хотите, и видение архитектора или ландшафтника, как можно обустроить территорию. Это является дорожной картой проекта. То есть после этого уже имеет смысл создавать все остальное. Поэтому мы в этом видео будем рассматривать, как создать концепцию. Потому что после того, как у вас выстроится скелет, вы сможете нарастить на него все, что угодно. Итак, концепция, на наш взгляд, происходит из трех простых этапов. Мы сузили все. Это предпроектный анализ, собственно говоря, создание концепции и воплощение. Предпроектный анализ – это опять-таки то, что мы проанализировали территорию, почувствовали, посмотрели. И выбрали свои пожелания. Создание концепции – это уже создание списка функций того, что там нужно сделать, компоновка этих функций. И смотрим, какие варианты, как нужно конкретно сделать определенные узлы. Далее мы рассмотрим даже несколько картинок по этому поводу. И воплощение – это уже как мы будем воплощать этот проект. То есть определенные шаги по воплощению его. Еще раз, что лежит в основе концепции, обязательно нужно понимать, что есть информация о месте, предпроектное исследование, задание на проектирование, то, что дает заказчик архитектору, и история такое место. То есть, собственно говоря, что там было раньше. Бывают русовые реки, бывает история определенная у объекта. Это очень интересно исследовать для того, чтобы объект ваш был интересный. И качественный проект отличается от некачественного тем, что он очень сильно выражает преимущество места и убирает его недостатки. Информация о месте, ключевая, которая вам важна, перечисленная в этом списке, это и локальный климат, и преобладающие ветра, и рельеф, и гидрологический режим, и существующие постройки. Более подробно, если надо, мы потом остановимся. Также, после того, как мы исследовали место, уже можно смотреть, какое функциональное зонирование может быть на нем. То есть, у нас тоже перечислены базовые виды зон, которые бывают, и мы их можем размещать по-разному на участке, от этого может рождаться самый лучший вариант. Прежде всего, это партерная зона, куда мы входим, это парадный вход, придомовая зона общего отдыха, садовая зона, природная зона. Конечно же, под каждый вид зоны есть определенные требования и по инсоляции, и по типу почв, и по активности там, и по виду мощений. И поэтому чаще всего выглядит зонирование и трассировка такими тремя простыми шагами. Выписываем зоны, которые нам нужны, дальше размещаем их на участке в разных вариантах. И соединяем путями. Если вам нравятся какие-то кадры, вы можете их фотографировать, потому что я на них подробно не буду останавливаться. Очень часто после этого меня спрашивают, а где, собственно говоря, нам искать вдохновение? И у нас есть очень простой способ, как заказчику помочь его найти. Это такое приятное упражнение. Закрываем глаза и представляем ту эмоцию, которую мы хотим испытывать у себя на участке. После этого выписываем те вещи, которые к нам приходят на ум. И вспоминаем места, где это приходило вам на ум, и какие идут ассоциации с этим местом. Чаще всего это отдых какой-то, либо где-то вы побывали. То есть идут ассоциативные ряды. Вы выписываете это, и после этого вы можете уже декомпозировать это на виды элементов. Например, на стиль, который там приобретал, цвета, формы, растения и так далее. И уже из этих элементов вы можете делать поиск в интернете и сохранять все ваши объекты на флешке. И они будут соответствовать вот этой же первой базовой эмоции, которую вы хотели испытывать. Вот. Здесь коротко мы можем пробежаться о том, как искать дальше подрядчика, или какую технологию выбирать для реализации этого проекта. Это должно быть всегда подходящее решение локальное, потому что вы можете что-то представить, но реализовать его невозможно. Оно должно быть экологичным, нетоксичным и, возможно, исполнимым. Вот. Очень часто выбор подрядчика или выбор технологий, по какому принципу вы хотите реализовывать объект, это, собственно говоря, очень такой тонкий момент, но вам нужно всегда помнить, что всегда есть список и критерии, которых вы должны придерживаться. И, в принципе, реализовать можно почти любой объект и проект. Итак, концепция — это итоговый документ с видением заказчика, достаточно для дальнейшей проработки или работы. Вот это все излагается в документе, то, что я только что описал. Далее мы посмотрим небольшие примеры этого. И очень важно уделять время на планирование. То есть перед тем, как создать любой проект, лучше 10% ресурсов времени потратить на топ-план, как вы будете его реализовать. Тогда никогда не будет никаких ошибок. То есть пока у вас не будет видения того, как он дойдет до финальной точки, лучше не начинать. Итак, давайте посмотрим несколько объектов. Вот, допустим, у нас есть небольшое, мы как раз подобрали из нашего бюро, такие небольшие садовые участки, чтобы понимать, близок был каждому этот дом. Идет всегда анализ существующей территории. Здесь вы видите зонирование. То есть там есть жилой дом, входная группа, хозяйственный блок и сад какой-то. Мы, соответственно, анализируем, как люди ходят, передвигаются между этими зонами. Очень часто люди выходят из силы того, что они территорию организовывали исторически, не анализируя концептуально всю территорию. Допустим, они выходят, а там скамейка. Ее уже не так просто снести. И таких ошибок очень много. Визуальные точки неорганизованы. То есть получается сбитая некая территория, нет общей гармонии и общее выведение концепции. Соответственно, для того, чтобы преобразовать или причесать это, мы берем и заново формируем проектное зонирование территорий в нескольких вариантах. То есть выписываем еще раз те варианты, которые мы хотели по функции, и накладываем их на территорию. Между ними уже организуются какие-то естественные проходимые пути. То есть это трассировка проектная идет. Соответственно, нагрузка на дорожки совершенно разная. То есть у нас красным выделено то, что основная магистраль, и в Бирюзовом более простые, в той степенной дороге. И уже на это накладывается покрытие, и можете видеть уже генплан готовый. То есть вот здесь видно, как мы преобразовали огородную зону, как парка, отдыха, и как вот изящно у нас дороги и образовались естественным образом. Между ними образуются композиционные решения, видовые точки, и в них уже можно раскладывать клумбы. То есть уже видно композиционно, какой объем клумбы или какой объем любого акцентного решения нужен. У вас после этого не будет вопросов, там поставить клумбу или там. Там мне композиционный акцент делать или здесь. Все оно естественно ложится. То есть я хочу увидеть вот это, это, это. После этого делается уже анализ именно по территории, то есть сколько площадь каждого объекта. И уже тоже можно составить предварительную смету реализации. Обязательно надо учитывать здесь на кадре у нас в зонировании участка и внешние факторы. То есть солнце, инсоляцию, север. Вот, допустим, в данном случае у нас баня Боровикю и склад защищает территорию, зону огорода и сада и жилую зону от ветров северо-западных. А зона отдыха и детские зоны находятся на южной стороне, чтобы больше солнышка было. Одновременно огород находится с севера, там хорошая площадь, в том случае были, и наименее используемая территория, то есть без ущерба. Всегда нужно заинализировать все-все-все. Все факторы, они перечислены выше. И дальше уже образуются видовые точки. То есть уже, исходя из концепции, можно посмотреть на видовые точки, которые будут в этом ландшафте. И видите, достаточно даже прикинуть объемами, как они, естественно, выстраиваются и встраиваются в этот скелет, в эту концепцию. Вот мы видим барбекю, мы видим клумбы, видим огород оригинального вида, допустим, и другие видовые точки. Вот еще пример ландшафта. Он пример генерального плана этого ландшафта. И в этом же ландшафте мы, есть такое название, дендроплан и группа растений. Когда уже у вас выстроен объем первичной концепции, у вас уже можно разместить конкретное растение на территории. И уже после этого беседовать с флористами, с кем угодно, с питомниками, то будут ли они вместе растить и какие почвы нужны. То есть это прекрасно впишется в концепцию. Вам не надо думать, а здесь будет расти или здесь. У вас ясно, что там нужно что-то поставить. И дальше вопрос подбора растений. Здесь мы бы тоже отображили концепцию ландшафта в черно-белом виде, потому что в первую очередь играет объемная составляющая, композиция объемная, а потом уже играет наполнение формы, цветом и типом растений. Вот несколько тоже примеров таких. И дальше примеры, опять-таки, примеры видовых точек в более упрощенном варианте. То есть когда не в 3D делается, а просто наложением. Вид коллажа, либо вид 3D концепции вы можете выбирать сами. Бывали заказчики, которые просто или от руки рисуют, или берут просто коллаж, вырезают и расставляют растения. Хотя есть для этого специализированные программы. Также и проектируется побольше объект. Мы решили завершить презентацию уже примерами наших агроусадеб. Вот. То есть делается концепция общая. Допустим, здесь яхт-клуб определенный на Нарочи. И она даже делается на большую территорию. Когда у вас все трассировки, все у вас грамотно, то он естественным образом ложится уже на территорию. Можно воплотить дальше в концепцию и в живую в этом объекте, даже без детализированных чертежей. Вот эти примеры уже узловых элементов. Клажных. То есть видовые точки. То есть у вас скелет и видовые точки образуются. Это пример вариантов, допустим, в России. Базы, как варианты, и подпорные стенки могут образовываться, и какие-то озера. То есть очень много видов есть каких-то локальных решений. Их, помните, у нас в шагах по вдохновению может быть очень много. Если вы видите проблему, как вот подпорную стенку сделать, ради бога, можно гуглить сколько угодно. И в том числе пример концепции парка. Вот мы делали. И тут уже более разные уровни. Здесь и дорожки для велосипедистов, и дорожки для прогулки, для электрокара. И видовые точки, в том числе, более такие обширные. То есть, если вы используете опыт больших объектов, парков, вы бываете в них, ходите, вы можете приносить это в свой ландшафт. И это тогда очень успешный, хороший опыт. Вот помните, что когда делается ваше место, силы или ваш дом, ваш ландшафт, ваш сад, эмоции рождают настроение, настроение мысли, мысли действия, а действие создаёт вашу жизнь. Следовательно, стоит создать пространство, в котором вы можете создавать настроение вокруг себя, подходящее к вам. Будем очень рады, если вы воспользуетесь нашими советами. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, связывайтесь с нами. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова